я стас кузовов я наставник я проводник я мужчина отец сын ну и все такое я вырос в очень простой интеллигентной семье двух преподавателей которые были учителями как оказалось и своих ролях и в жизни по сути обучение которое я проходил в основном было отцовским и этого не понимал в детстве самое большое сражение мне наверное было там там закалялся характер там рождалась что-то такое серьезное твердое наставническое маленький ребенок утром его обливали из ледяной ледяной водой мне это не нравилось я проводил в тренировках практически там утро и день с отцом меня делали какого-то железного человека который должен быть твердым стойким ну короче не болеть закончив школу я будучи вот в этом революционном состоянии сражение или доказательство своему отцу которым я благодарен жутко за то каким я есть именно вот физически одним из аспектов было куда я пойду после школы все хотели чтобы я пошел куда-нибудь в институт куда нибудь заниматься учиться ну короче понятно отец хотел чтобы я шел по его стопам мне прочили математику хотя я честно говоря как сейчас помню в восьмом классе мне были в математике двойки а в девятом классе я пошел из математического класса в простой начал получать пятерки у меня даже золотые медалисты списывали домашнее задание всем проще ну там мы типа математике иди там мехмат и никуда-нибудь в эту степень у тебя хорошо получается а меня это не дровило и я почему-то тогда сказал всем что я пойду на завод и вот я пошел слесаря механосборочных работ после школы объясняя себе что я отслужу после этого обязательно в армии это отдельные папе и после этого я уже потом позже решу куда я вообще пойду но на самом деле это было зло папе хотелось сделать вот наоборот я сделал это наоборот и пошел слесарь механосборочных работ и для меня армия была спасением газетах печатали подвиги наших афганских героев подогревая тем самым советский но мы этого не понимали мы на это велись и все хотели быть со звездой героя естественно живыми никто не думал про то что мы можем умереть вот погибнуть там и все хотели туда и вот я тоже был в той группе ребят которая хотела в афганистан хотела быть десантниками морскими пехотинцами хотела подвигов мы к этому готовились мы реально реально тренировались это не был какой-то специальный клуб мы просто сделали из этого свой клуб готовились прыжкам с парашютом но меня не взяли на военной комиссии у меня нашли маленький дефект который я заработал занимаюсь велоспортом в детстве болезнь шлятора такой на коленочке маленький бугорок с которым не берут в дв вот и я попал в связь я тогда не знал что это как раз самое лучшее наверное для меня потому что я еще раз обхожу опасно для меня события хотя головой в них прямо лезу как это было в детстве вот но тем не менее первый год находясь в армии я трижды писал заявление в аганистан меня не взяли и после того как я вышел стал вопрос куда ну куда дальше пошла небольшая коммерция и вот 90 91 год не желая идти на так называемые базары и заниматься вымогательством я решил с друзьями заниматься коммерцией плюс к тому моменту у меня появилась семья так и случилось быстро все я уже стал папой потому я посчитал что лучше быть здесь чем там так длилось до тех пор пока вот не появился мой армейский знакомый который просто пришел и сказал слушай я хочу тебя пригласить я вижу что у тебя вот коммерции есть какой-то ну не талант а какой-то свободный взгляд и легко с этим срастаешься есть компания которая ищет сейчас для себя но он тогда громко сказал каме каме воежеров я даже не понял что это за слово такое ну короче нужно будет продавать игра что нужно будет править он говорит ну безалкогольные напитки приходите продавать просто приходить в магазин предлагать продавать а за это тебе будет платить деньги или что так бывает он говорит ну да я почему-то согласился только нужно будет прийти на собеседование я не знаю кто меня услышит но собеседование в компанию которым я считал всю жизнь там номер один был следующим я приехал в офис сидел иностранец на меня посмотрел тоже был такой длинный томный взгляд потом из-под стола он достал маленькую бутылочку стеклянную и мне задал один вопрос как думаешь это будет продаваться в вашей стране беру конечно и он сказал завтра выходи на работу вот такой собеседование было в компанию кока-кола и это был мой старт в мульти корпоративном мире оттуда все началось там начали учить одевать тоже было там много моментов конечно это не передачи просто вспоминаю через полгода в этой компании насадили всех в красное я еще не понимал что такое красное но мне нравился свет красный там красные машины там мы видели по телевизору кола красные феррари они уж тогда были то есть они всегда были вот но красный пиджак и нам пошли красной пиджак и у тебя на груди написано кока-кола а тогда бизнесменам носили тоже бордовая пиджаки красные пиджаки с такими здоровенными пуговицами и у тебя тоже на этот красный пиджак у нас был не красный прям алый вот если вспоминать здесь вспомнить пионерский галстук вообще вот алый-алый пиджак он просто ну не reaching all и и как я сейчас помню вот я иду по центральной улице у меня был я был ответственный за центральный район, самой центральной улицы города. Я по ней иду с красной красной папкой Кока-Кола, в красном красном пиджаке, красный галстук, белая рубашка, напомаженная. Ну, короче, 95-й год. Встречаю своих друзей, которые работали на базарах, вымогательством занимались, ну, разным там спекуляцией, ну, разными штуками-то. Я помню, как сейчас я иду, и счастливый, и встречаю их, они начинают, ну, смеяться, выражать, короче. Ну, прикольно, выглядишь как клоун. Почему я это говорю? В течение ближайших двух-трех лет, большую часть из этих ребят я принял на работу. Так получилось. По разным причинам их бизнесы, ну, которые они считали бизнесами, они как-то заканчивались, либо обрывались каким-то непонятным для них путем. И они оставались без ничего, и долго не могли тянуть, и рано или поздно просто приходили и просто просили, Стас, можешь как-то... В общем, короче, всех тех, кто смеялся над красным пиджаком, они все рано или поздно туда же попали тем же боком. Где-то в 2002 году. Вылетев из корпоративного мира, я работал в больших компаниях, и там рос с нуля до определенных, как называлось, должностей и званий. Один товарищ, знакомый, мне предложил поехать с ним на конференцию. Я поехал с ним. Мы приехали на это море, на этот небольшой курорт. Он занимался со своими коллегами. Это был большой слет. Приехало 150 разных дистрибьюторов, дилеров. Я два дня там ходил, загорал, отдыхал. Ну, мне все нравилось. На третий день мне стало скучно на море. Я спросил, чем вы там занимаетесь? Говорит, ну, приходи, посмотри, там конференция идет. Вот я на третий день после обеда украдкой пробрался в зал, сел спокойно на задний ряд подальше. И стал слушать, о чем они говорят. Ну, и он как раз рассказывал про то, как стоит поступать в каких-то разных комбинациях, вводя продукт на рынок или в рынок. В какой-то момент вдруг он всему залу громко объявляет. А вот сейчас, как это делают большие компании в системе своих вводов продукта, вам расскажет мой коллега Стас Кузовов. Я не думал о том, умею выступать на публику или не умею. Оно как-то вот случилось, вышел. В этот момент я забыл про все. Просто я рассказывал то, что я знаю. И четыре часа я лепетал про то, что я понимаю, знаю и прочее. Людям это нравилось, они поблагодарили. В принципе, все, что я сделал, извлек то, что у меня накапливалось за последние 10 лет. Все было спокойно, в рамках того, ничего сверхъестественного. Но оно так получилось, что людям это хорошо зашло. Я рассказал. Ну, и в конце мой коллега подошел, когда все уже ушли. Я, естественно, на него набросился. Я говорю, слушай, ну, как ты мог? Ты хоть бы предупредил, я бы подготовился, может быть, что-то глубже бы сделал там и так далее. Он говорит, да не, я просто хотел проверить свою гипотезу, насколько ты тот, кем я тебя вижу. И в конце еще, как говорится, закрыл гештальт и положил мне небольшую сумму на стол. Говорит, это тебе компенсация. Я такой, ну, так разве можно было? Так разве сейчас есть? Он говорит, ну, вот видишь, вот так тоже можно жить, зарабатывать, что-то делать. Говорю, вот так вот ездить, рассказывать? Ну, да, вот так можно. Потом он меня приграл второй раз, третий раз. И так потихоньку я начал показывать или демонстрировать свой опыт, который у меня был тогда, тем ребятам, которые тогда только начинали свой путь в предпринимательстве, строили свои компании, продукты и так далее. И вот так я, по сути, началась моя дорожка, с моим хобби, это было хобби, это буквально было хобби, которое потом переросло в более такой полный цикл занятий. В общем, восемь месяцев я пытался тщетно продать эту услугу. Пришел запрос от одной большой пивной компании помочь их дилерам провести работу с персоналом. Как сейчас помню, дико выглядит. Летом, в августе месяце, у них встали продажи ключевых напитков. Летом у них они встали. И они посчитали важным привлечь внешний ресурс в виде специалистов, который поможет раскачать их персонал. Даст инструменты, даст им мотивацию, даст им какие-то дополнительные внутренние мотивы, смыслы, чтобы они сделали эту работу. И самое интересное было, что они платили за эту услугу очень маленькую сумму. То есть выходило, что поработав с большими командами этих клиентов, ты получаешь в конце дня 50 долларов. Все отказались. Я сказал, я сделаю. Они говорят, Стас, ты что, так нельзя? Это ниже, нас просто обесценят, нас просто посчитают, что мы... Ну, можно и дальше нам продавать так дешево. Я говорю, слушайте, у меня есть 0,8 месяцев. Есть просто 50 долларов, которые я могу получить из этой услуги. То есть компании платили, ну, на тот момент, в который я работал с этими консультантами, 100 долларов. Мои деньги были 50. Я говорю, 50 и 0, 50 выигрывает, я забираю. Два месяца я работал с этими компаниями, с разными получал эти 50 долларов за каждую компанию. Уже через месяц из того момента на продолжение длительного срока у меня не было ни одного выходного в течение ближайших трех лет. То есть я был загружен, практически вот мне из рук в руки передавали. И я очень быстро вернул те, как бы называемые, ставки, которые были по работе с этой компанией. Это был тоже такой интересный урок, как это все происходит. Я не знаю, что бы было, если бы я просто отказался, сказал, нет, я не хочу, потому что это слишком низко, я слишком мало. Ну, короче, вот так оно случилось. И вот так я вошел в эту деятельность. С 2002 года так оно все продолжается. Вот когда близкий человек ушел, вот, и его нету. То есть вчера он еще разговаривал, сегодня его нету. Ты приходишь, вот его вещи, вот его жизнь. Но его нету. Его больше не будет. А вопрос не в том, что ты его потерял. А вопрос у тебя возникает к себе. То есть это твой внутренний разговор. Что если уход, он вот такой, то есть вот он был, и его нету. Это означает, что... Какой смысл в том, чтобы сдерживаться и не проявляться? Ну, то есть зачем всю жизнь париться какими-то дурацкими вопросами, если тебя просто нету? Это первое. Ну и второе, тоже важный момент. Здесь же ценность всего вещизма, хотя он прикольный, атрибутизма, он тоже нормальный. Она настолько низкая в сравнении с отношениями и вложением в людей. Настолько низкая, ее даже сложно представить себе. Что мы время тратим на всякую глушь, бездарность, вместо того, чтобы просто вкладывать людей. И сегодня, если я взял бы опять слово прорыв, то я бы скорее применил бы его совершенно в другую область. То есть это не прорыв ради какого-то там сумасшедшего результата, экстраординарного там в бизнесе, даже в количестве клиентов и в деньгах. Это прорыв, наверное, в отношении. И первое отношение, наверное, в отношении к себе. Потому что можно сказать, что большую часть жизни, большая часть людей бежит от себя. И первая любовь – это любовь к себе. Я не первый, кто про это говорит. Я готов про это петь, кричать, писать, говорить, не знаю, слагать, как угодно. Но первая любовь – она к себе. А эта любовь, обратно возвращаясь к тем же смыслам, про которое можно говорить вечно, это любовь в принятии. То есть принимая себя, ты даешь себе вот эту любовь. Даешь себе тепло, заботу, внимание и так далее. Это тогда, может быть, дальше распространяться или продолжать свои движения куда-то еще. Сегодня слова, до сих пор еще слова, которые люди произносят в своих отношениях «я тебя люблю», в большей части пока еще не имеют того смысла, который могли бы иметь. Потому что люди, которые говорят слова «я тебя люблю», но при этом они не любят сами, мне кажется, что здесь это еще пока игра, просто, чтобы их сказать. Завтра, когда люди будут действительно любить себя, им можно не произносить слова «я тебя люблю». Они просто будут так действовать, они будут просто так жить, так на тебя смотреть и так с тобой соприкасаться, что не нужно слов. То есть их просто нет. Но все понятно в этой связке отношений. Не прорваться к результатам, а просто соединиться максимально с собой. И это стало опытным наблюдением сейчас и для той работы, которую, наверное, я делаю каждый день. Соединяя человека с самим собой, чтобы эта любовь пошла, чтобы принятие свершилось, в этот момент он становится вот этим супербожеством, которое может сделать все. И наоборот, как только он с собой разъединяется, как только ты с собой раскалываешься на какие-то части, ты вынужден, грубо говоря, взаимодействовать с миром и с собой этими частями. То есть ты, это не целая часть, это часть, часть, часть. И потому бегаешь по планете Земля и ищешь половинок или там четвертинок каких-то, а не несешь в себе целостную какую-то общую структуру. Вот это самая сильная область. Потому что как только ты принял себя, ты можешь все. Вот ты можешь все. Ты сразу, ну ты, ты божество. Потому что ты просто принял себя. Вся природа вокруг нас, у нас вся совершенная. Это закон простой. Он очень, это вселенский закон. Все уже сделано, все. Тебе нужно просто проявлять это, просто вот вытаскивать и проявлять, а не изменять себя. Потому что многие начинают изменять себя от тела до всего того, с чем еще приходится столкнуться. То есть совершенствую себя, улучшая себя, изменяя себя. Вопрос. Это значит, что я в точности однозначно не принимаю себя. Значит, я не верю в себя. Я не знаю, что я именно пришел в себя исключительно, совершенно, уже. Вот раскрыть себя, проявить себя, ну, как мы называем иногда, достать из себя максимум, вот это оно и то есть. И вот, как я уже позже понял, я этим начал заниматься, вот как раз совершая эти прорывы. Потому что сила у человека есть, потенциал есть, сила для действия есть, но она сдерживается им самим, и он не раскрывает себя. Сила художника в его творческих мыслях, его творческих движениях, его творческих какие-то пассажах. Сила математики в глубине его мыслей и в дальновидности каких-то наработок. Сила, не знаю, там, предпринимателя в видении схем, которые он может построить и потом внедрить. У каждого есть эта сила сумасшедшего потенциала. Но идет удержание себя под разными гидами, которые придумываем сами себе. Страшно, неудобно, больно, неприятно и прочее. И потому сила не выходит. Она потом, правда, вылазит боком, но эта сила в нужном направлении, в котором ты можешь максимально раскрыться, вот как цветочек, она не раскрывается. То есть, по сути, вот если брать метафору, это тот тюльпанчик, которому на праздник 8 марта завязывают такой резиночкой, и он никогда не раскроется. Вот примерно такая вот штучка. Его никогда мир не увидит вот таким. Потому что тюльпан – это когда он вот такой, а не вот такой. Вот он и раскрывается. И сегодня эта резиночка, она не кем-то надета. Я сам ее наделал на себя. Вот моя задача – снять эту резиночку. А не улучшать себя, не изменять себя или каким-то образом тюнинговать себя. Это вообще глупо. И вот эта сила принятия, она очень большая. И это означает, что я огромное количество энергии, вместо того, чтобы разрушать себя, по сути, тем самым, я просто эту энергию просто отпускаю и раскрываюсь. Все. Раскрыться – это позволит себе быть любым. Вот любым. В 2015 году я прочитал статью вот об одном аргентинском шахтере, который, попав в завал в шахте, дабы не сойти с ума, пока их там вели эту спасательную операцию, он бегал в шахте. Он весил больше 100 килограмм. Ну, пытался бегать. Я пообещал себе, что если их достанут, что если он спасется, он обязательно пробежит нерзкий марафон. А я – чем хуже. И я думаю, надо пробежать марафон. Начал бегать. Я помню, как сейчас я вышел, ну, первую пробежку, я пробежал вокруг озера на Таганке возле церкви. Ну, там, может, метров 400. Я задыхался, плевался. Ну, то есть, короче, было такое непростое состояние. Тем не менее, папа учил, что нужно повторить это еще раз, еще раз, еще раз. Я начал повторять. В общем, через полгода я уже бегал и полумарафоны, и все остальное. Пробежал марафоны. Ну, естественно, сел на иглу. А ну-ка, попробуй сделать из себя железяку. Пробежу, пробеги дистанцию железного человека. Попробуй это. Его может пройти любой. Нужно только одно. Ежедневная, регулярная, повторяемая, последовательная тренировка. Ну, подготовка своего тела и сознания к длительному приключению, состоящему там, у кого как, у кого спортсменов 8 часов, у кого 15 часов. ты будешь выполнять эту дистанцию. Но главный инсайд у меня произошел, когда я был на самой дистанции своего первого старта. Я понял, что нужно, то, что ты выбираешь, это просто еще одна тренировка. Это как вот, ну, если ты сел играть в монополию, ты пытаешься выбросить две шестерки, то ты с каждым разом имеешь больше шансов выбросить две шестерки, чем с первого. Это означает, что чем больше попыток и подходов ты делаешь, тем больше ты приближаешься к своему искомому результату. То есть попытка еще, 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 еще. Это означает, что все, что ты не придумаешь себе в голове, ты можешь это взять, можешь это достичь. Просто вопрос количества системных повторяемых подходов. Хочешь, ну, к примеру, что-то построить, поехали, только нужно понять, что нужно будет повторять и побежали. Хочешь что-то сделать, поставил конечную цель себе какой-то, окей, это подход. Вот повторяемый, последовательный подход, который будет идти. Непрерываемый, а повторяемый, последовательный, постоянный подход. И ты вот на это садишься и это делаешь. И так к любому результату. Если я завтра захочу подняться на Эверест, это система моих регулярных тренировок с моим телом, с моим духом, и я по ней пойду. Если завтра я захочу там куда-то погрузиться, все будет то же самое. Если я хочу просто что-то построить или создать какой-то бизнес, это то же самое. Я должен войти в систему. И это подход. Но с другой стороны, я понял, что раз это можно применить везде, еще одно подтверждение, которое дается здесь, мы уже железные. Мы уже железные. И потому это еще одна версия, что если ты это делаешь, если что-то вообще делаешь, не нужно это делать из доказательства. Потому что, еще раз возвращаясь к своей исторической гипотезе, ты уже совершенный. Но не нужно доказывать ни кому-то, ни себе. А в идеале это сделать, ну, к примеру, из азарта, из интереса, из какого-то там вдохновения какого-то, вот из этого, а не из вот этого какого-то системного оценочного суждения, что ты чего-то недостоин или кому-то хочешь показать, что ты достоин. Ну, то есть, люби то, что делаешь. Если человек, как мне кажется, что он может не точно для себя это прочитать, если оно твое, если оно твое, а, ты не можешь это не делать, и б, ты не можешь это не любить. Потому я бы сказал так, даже добавил, кайфуй от того, что ты любишь, то, что делаешь. Ну, не знаю, там еще больше бы это подсветил бы и добавил. Потому что, когда у тебя прям вот совпало, вот ты прям наконец-то это понял, узнал, поймал, словил. ты не сможешь с этим справиться, чтобы не делать. Это, ну, вот, сродни описанному в книгах, в попытках некоторые есть авторы, которые описывают предпринимательский зуд. Его так называют бережно. Когда у предпринимателя зуд такой, что он не может это не делать. Это как ребенок, которого мама пытается или бабушка оторвать от того, когда он строит из лего какую-то башню, она ему кричит, давай кушать, давай туда, а он, ему бабушка не нужна. У него, знаете, как в фильмах весь мир куда-то ушел, а у него в голове только вот эта башенка, куда он ставит этот кубик свой, у него вообще ничего нет. Он прямо здесь вот в этом моменте. Какой ужин, какой обед, ничего нету. Вот здесь, мама, отстаньте. И вот это означает, что он не может этого не делать. Оно изнутри из него просто прет. И в этот момент это и есть любовь. Вы сегодня на канале «Люби то, что делаешь», «Живите от сердца». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова